В Доме правительства подвели итоги социально-экономического развития республики за первый квартал. По данным Минэкономразвития Чувашии, темпы роста промышленности с начала года превысили 5%. Так в регионе наращивают объемы предприятия, производящие электротехнику, продукцию для железных дорог и компоненты для автомобилей. Подробности у Дмитрия Ковалева. Спрос на гетероструктурные модули новочебоксарского предприятия «Хевел» продолжает расти. Этой зимой на заводе произвели большую партию батареек для строительства двух электростанций в Оренбурге. С начала года были увеличены объемы выпуска авиаприборов и техники для модернизации Байкало-Амурской магистрали. Оборудование железнодорожной тематики авиаприборов – это компания «Лара» в адрес Байкало-Амурской магистрали «РЖД». Завод «Вильтоприбор» в адрес компании «Сухой», компании «Иркуты», «Аэроэлектромаш». Увеличивают темпы и машиностроители чувашие. С начала года было выпущено более 200 грузовых вагонов и порядка 30 бульдозеров. В втором квартале 45 машин законтрактованы и контрактация еще идет. Вместе увеличение объемов контратора вагона тянет за собой увеличение объема производства, литейного производства, это промолита нашего. Единственное, в структуре предприятия сократилось на 2% – это производство чугуна на агрегатном заводе. Неплохие перспективы открываются и перед производителями ткацких машин. Сейчас ведутся переговоры о поставке станков в Турцию, а это дополнительные доходы и рост объемов внешнеторгового оборота. «У нас появились дополнительные окна возможностей и наши предприниматели используют эти возможности. Это очень хорошо, тем более водительный коридор очень хороший. В прошлом году, если мы взять, на 495 миллионов долларов продали». На общую картину отражается негативно падение объемов водожилья. Снижение спроса на квартиры – только одна из причин. Существенная проблема строительной сферы – неэффективный контроль за использованием бюджетных субсидий, которые выделяются на улучшение жилищных условий. «41% дома построили, но в них проживают, но не оформили. Соответственно, налоги инспекция не может получить. А каждые пятые, точнее 22% деньги получили, не строят. Это я привел по федеральной программе жилища, которую мы тоже в условии софинансирования обеспечиваем. Полагаю, там несколько тысяч квадратных метров можно только по нашим государственным, республиканским программам направить. А мы не набираем». Изучить проблему глава региона поручил руководителю Минстроя. Полный анализ конкретными выводами по улучшению ситуации в строительной сфере необходимо представить не позже августа. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. Продолжение следует. Продолжение следует.